Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Брозе. Штребух! Всем привет! С вами Штребух, и это челлендж. Что можно найти в 20 помойках? В приоритете у меня найти электронику, но я не откажусь от еды. Буду в принципе брать всё самое ценное. Всем приятного просмотра, и не забывайте влепить жирный лайкосик этому супер новому и супер оригинальному челленджу. Это всё-таки контент, которого вы заслужили. Погнали! Это первая помойка. Посмотрим, что здесь можно найти интересного. Главное одеть перчатки, потому что в помойке могут быть шприцы. И кстати, ребят, не вздумайте за мной повторять, это очень опасно. Итак, ребят, здесь есть блок питания. И даже поломанный фонарик. Но я возьму только блок питания. Пригодится. Идём дальше. А вот и вторая помойка. Очень интересно, что же я здесь найду? Вдруг мне повезёт, и я найду айфон. Нашёл мешок финишной шпаклёвки. Брать я шпаклёвку не буду. Буду искать ценные находки. А это очень тяжёлая находка. Но в принципе, это можно было бы продать. Ну а это уже третья помойка. Ребята, овсяное печенье. Офигеть! Забираю. Охренеть! Почти целая бутылка масла подсолнечного. Беру. Погнали дальше. А это четвёртая помойка. Надеюсь, хотя бы здесь что-то будет классное. А это уже трубка от пылесоса. Офигеть! Первая крутая находка. На четвёртом баке я нашёл пылесос. Офигеть! Тут даже провод на месте. Пылесос Panasonic на 1200 ватт. Офигенно! В нём даже есть мешок. Я в шоке, ребят. Продать этот пылесос получится рублей за 600. Спокойно на Авито. Забираем. Офигенная находка. А это уже пятая помойка. Надеюсь, здесь что-то будет реально крутое. Как, допустим, в четвёртой нам попался пылесос. В полном комплекте. Фу, а тут реально дерьмом воняет. На пятой ничего не было. Идём дальше. А вот и шестая помойка. И седьмая. Посмотрим, что же здесь будет интересного. Погнали. Ребят, нормальная подушка. Ещё две подушки. Ещё одна подушка. Здесь просто подушковый рай. На шестой и седьмой помойке ничего не было, кроме этих подушек. Брать их мы, конечно, не будем. Идём дальше. Я на восьмой помойке. Надеюсь, здесь мне повезёт. Старость, не радость. Опа. Женские кроссовки. В нормальном, в принципе, состоянии. Единственный минус, что нет шнурков. Продать такие можно будет рублей за 200. Забираем. Офигеть. Нашёл чехол для чертежей. Плюс ещё одна нормальная находка. Забираю. Опа. Ребята, шмотки. Буду искать брендовые вещи. Их можно продать за нормальные бабки. Нашёл коричневые штаны. В нормальном состоянии. Штаны от бренда Cargo Q-Way. Не знаю, сколько такие стоят. По качеству видно, что это не рынок. Забрать можно. Заберу. Пригодятся. А, кстати, вот здесь нет пуговицы. Скорее всего, из-за этого их выкинули. Но это фигня. Нужно просто пришить. Ещё один пакет со шмотками. Опа. А здесь пальтишко от бренда Alice. Ребят, мне кажется, это стиль. Забираю. А здесь, ребят, три помойки. Девятая, десятая и одиннадцатая. В девятом баке ничего не было. Проверю десятый. В десятой помойке были только вот эти штаны. С разорванным очком. Да, это, конечно, бечёвника. Надеюсь, в одиннадцатой будет что-то крутое. Ребят, на одиннадцатой помойке тоже ничего не было. Но это просто реально беда. Идём дальше. Я не отчаиваюсь. Я на двенадцатой помойке. Чувствую себя реальным барыгой. Надеюсь, мне повезёт. И здесь я что-то крутое найду. Нашёл блинчики с творогом. Офигеть. Плюс ещё какой-то сэндвич. Забираю. А ещё здесь есть круассан. В принципе, мягкий. Сойдёт. Забираю. На двенадцатой помойке не было вообще ничего. Полный голяк. Но я верю в свои силы. Я на тринадцатой помойке. И здесь уже возле бака какие-то пакеты лежат. И обувь. Проверю, что же там интересного. Какие-то носки. Обувь. А так, чисто мусор. Мусселя, женские телефоны. В тринадцатой помойке ничего не было. Но я заметил, вот там интересный пакет. Надеюсь, тут что-то крутое. Опа. Ну, это просто передняя панель от музыкального центра. Здесь ещё есть дисковод. Фигня. Это вообще бесполезная вещь. Ребят, я на четырнадцатой и пятнадцатой помойках. И, кстати, я уже пометил территорию. Но давненько, правда. Надпись уже стёрлась. Офигеть, смотри. Смотри, обогреватель. Офигеть. Офигеть. Вот это находочка. Сейчас залезу в помойку и буду его доставать. Блин, кто-то отрезал провод. Но это, в принципе, легко починить. Забираю. Ну, здесь поломан пластик. Но это фигня. Опа. Ребята. Нашёл смеситель. Пойдёт на металл. Женский рюкзак из Зары. В хорошем состоянии. Помойки одевают. Это реально круто. Ещё одна находка. Нашёл удлинитель. Видно, его собака погрызла. Но это фигня. Провод заберу на медь. Шестнадцатая помойка. А в этой сумке что-то есть. Здесь бытовые отходы. Опа. Разбитая электроплитка. Заберу провод на медь. Остальное выкину. Провод, в принципе, толстенький. На медяшку самое то. Секретный способ. Делаю узел. И вот так. Делать деньги. Вот так. Офигенно. В семнадцатом баке нашёл еду. Лента ролл. Офигеть. Стоит он сто рублей. Забираю. А ещё здесь есть печенье. Штрудель с яблоком и корицей. Слойка бельгийская. Ещё одна. Ух ты. Скорее всего, какой-то рулет. Что-то непонятное. Тортилья с курицей. Лосось. Я в шоке, ребят. Помойка кормит. Пирожки какие-то брать не буду. Упаковка вскрыта. Десяток яиц. Вау. Эклеры бельгийские. Вторая пачка эклеров. Я в шоке, ребят. Две пачки штруделей. Наслаждение с творогом. И с помойки. Ещё один штрудель с яблоком и корицей. Я уже набрал целую коробку еды. Пожалуй, остановлюсь. Офигеть, ребят. Техника. Я понял, что это такое. Это аэрогриль. В принципе, он целый. Но вот чаша для него разбита. И это печально. Даже если разбита чаша, я всё равно возьму этот аэрогриль. Его получится продать на Авито рублей за 300. О, приветики. А это моя самая любимая кормушка. На которой я постоянно тарюсь едой. И это помойка от крутого магазина, который часто выкидывает просрочку. Сейчас я вам, ребят, покажу, сколько же здесь можно найти продуктов. Но видно, конкуренты меня обошли. Кто-то там жёстко порылся. Но я не отчаиваюсь. Сейчас я туда залезу и попытаюсь что-то годное отыскать. Ух ты! Нарезанный сыр. Неплохая находочка. Много картофеля. Гнилые баклажаны. Тут есть в принципе мягкий хлеб. Опа! А это уже джекпот. Люля-кебаб в лаваше. Свиная грудка. Офигенно! Срок годности до конца 2019 года. И ещё люля-кебаб. О боги! Как можно было довести сыр до такого состояния? Ну это просто жесть. И ещё два люля-кебаба. Помойка ленты кормит, как обычно. Да, еды очень много. Братва, а это уже 19-я помойка. Находок уже в принципе достаточно. Но я хочу найти айфон, может быть какой-нибудь ноутбук. Мысль об этом мне просто не даёт покоя. Я хочу реально озолотиться на помойке. Офигеть! Вообще, как так? Телефон. Смотрите, ребят. Телефон. Блин, он слегка какой-то влажный. Блин, сейчас я попытаюсь его включить. Офигеть! Вот это находка. Нереально классно. Здесь даже скорее всего есть стройный отпечаток пальца. Охренеть! Так, может быть тут ещё что-то есть? Ух ты, чай! Обязательно его проверю и покажу в своём обзоре находок. Следите за моим каналом. Бутылка подсолнечного масла. Почти полная. Телефон завибрировал. Офигеть! Ботинки. По качеству дерьмовые. Мне нужны только реальные бренды. Типа Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Офигеть! Вот здесь что-то есть интересное. Чеснок и лук. Забираю. Он даже не гнилой. Всё в отличном состоянии. Примерно килограмм картошки. Она уже даже ростки пустила. Забираю. Шесть шоколадных конфет. Беру. Ух ты, кепка! Это что, знак Шанель? Это реально знак Шанель. Палёная кепка Шанель. Ребят, хинкали. Примерно пол пачки. Замороженные. Можно будет отварить и похавать. Срок годности до 14 ноября 2020 года. Офигенно! Я уже приближаюсь к последней помойке. Затарился просто под завязку. В 20 помойке ничего не было. Ну а сейчас подведём итоги. Сколько же мне всего получилось добыть в 20 контейнерах. Ребят, я просто в шоке. В челлендж реально удался. Вы просто посмотрите на этот огромный стол с находками. Сейчас я вам всё более детально покажу. Пылесос в полном комплекте с трубками. Чехол для чертежей. Женский рюкзак в отличном состоянии от бренда Zara. Женские кроссовки без шнурков, но в хорошем состоянии. Женское пальто от бренда Alice. Палёная кепка Шанель. Коричневые штаны в хорошем состоянии от бренда Apochier Brand. Обогреватель, в котором нужно будет просто заменить провод. Латуневый смеситель, который можно будет сдать на металл. А также медный провод, который я оторвал с электроплиты. Удлинитель, в котором нужно будет заменить розетку. Блок питания для смартфона. Аэрогриль. Но, к сожалению, была разбита чаша. В принципе, можно будет продать на Авито. И самая крутая за этот челлендж находка. Смартфон Samsung. Смартфон подаёт признаки жизни. Но, к сожалению, на экране нет картинки. Можно будет продать на запчасти на Авито. Огромное количество еды. И всё это на халяву. Из помойки. Картошка, лук, конфеты, хинкалии. Люля-кебабы. Лента-роллы. Даже есть лосось. Штрудели. Бельгийские мини-эклеры. Да на этой еде можно прожить целую неделю. Я в шоке. Помойка реально кормит. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, как вам такой самый необычный челлендж на Ютубе. Никто ещё такого не снимал. Ну и подробный обзор на электронику и проверка будет в обзоре находок из помойки. Следите за моим каналом. С вами был Штребух. Всем пока.